Привет! Как дела? Сегодня, 30 января 2021 года, я отмечаю 10-летний юбилей своего приезда в Лондон на ПМЖ. И сегодня я расскажу о том, с какими трудностями встречается иммигрант, впервые приехав на постоянное место жительства в другую страну. Для того, чтобы жизнь в Англии, ну в моем случае в Лондоне, была полноправной и полноценной, в первые полгода нужно выполнить кое-какие последовательные шаги. Я насчитала 10 таких шагов и сегодня о том, что нужно делать, когда ты едешь в Англию на постоянное место жительства. Первым делом, что вам нужно сделать, поменять вот такую вот визу, вот эту вот желтую виньетку. Желтая виньетка дается именно гражданам, которые едут в Великобританию на ПМЖ. Нам вот такую карточку BPR, Biometric Permit Resident, по-моему так переводится. Второй этап, это получение вот такой вот регистрации. Она делается в главном офисе полиции. Здесь вы будете вписывать все адреса, по которым вы будете жить за то время, пока вы будете учиться, работать или пребывать там замужем или еще что-то. Смотря по какой резидентской визе вы едете. О том, как получить вот такую вот регистрацию в полиции, у меня она уже вот с двух сторон все полностью заполнена, уже новенькую мне дали. Я расскажу в следующих роликах. И вообще о всех документах, про которые я сегодня буду рассказывать, буду рассказывать в следующих роликах. Поэтому, если кого-то интересует тема иммиграции в Великобританию, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. Я по мере возможности буду на них отвечать. Следующим немаловажным фактором является открытие банковского счета. Как открыть банковский счет, какие документы для этого нужно, тоже буду рассказывать. Банковский счет в Великобритании открывает для вас многие двери. Благодаря ему вы будете продлевать свою дальнейшую визу, получать квартиру, регистрироваться на работу, на учебу. Банковский счет является подтверждением вашего адреса. Но для того, чтобы его открыть, вам тоже надо как-то подтвердить адрес. Многие встречаются с большими сложностями, чтобы открыть счет в Англии. Особенно у студентов возникают проблемы, потому что чаще всего они приезжают в съемные апартаменты и не могут подтвердить свой постоянный адрес проживания. В общем, встречаются кое-какие трудности, я тоже с этим столкнулась. Как их избежать и как открыть счет не в том, так в другом банке, буду тоже рассказывать. Для того, чтобы устроиться на работу, вам обязательно понадобится вот такой документ. Он называется National Insurance Number. Это что-то типа нашего ИНН. То есть это номер, по которому вы будете платить налоги с вашей заработной платой. Если такая необходимость возникнет, потому что не все граждане платят налоги. Те, которые малоимущие, то есть получают меньше 11 или 12 тысяч в год, они освобождены от налогов. Им надо только отчитаться о том, какую сумму они получили за год. Ну, про налоги и про то, как получить вот этот вот документ, это очень важный документ для людей, которые работают. А прожить в Англии без работы практически невозможно. Поэтому тоже буду рассказывать. Ждите. Если вы приехали на долгое время в Великобританию на постоянное место жительства, вам стоит зарегистрироваться у GP. GP – это General Practitioner. То есть на русский язык, если перевести, это терапевт, который в случае чего будет направлять вас по разным врачам. Регистрация у терапевта проходит по месту жительства. Вам нужно будет предоставить некие документы, заполнить анкетку, и вам дадут вашего персонального терапевта. Я уже рассказывала, что об этом я ничего не знала в течение трех лет, пока у меня не возник мой первый случай, когда у меня там не проходил кашель. Тогда меня уже направила хозяйка, где я работала, хаускипером, сходить и зарегистрироваться. И рассказала, как это делать. О Национальной службе здравоохранения, NHS, что переводится National Health System, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике, там же я рассказывала, как я регистрировалась у GP. Такая информация уже существует на моем канале. Если кому-то интересно, проходите по ссылочке вверху. Еще одним немаловажным фактором является контракт на вашу аренду жилья. Мне повезло, я в первый раз, когда приехала, я приехала жить у брата и полгода прожила у него. Затем я уже стала снимать жилье сама. И как вот заключить такой контракт с арендодателем, как прочитать весь договор и пункты, и подписать его или не согласиться с какими-то пунктами, как вообще все это отследить. Я буду рассказывать в другом ролике. У меня вот остался контракт с моего последнего места жительства, где я жила в студии в западном Кенсингтоне. Когда я впервые с этим столкнулась, было достаточно тяжело отдавать большие деньги, не зная, получишь ли ты что-либо взамен. Но об этом тоже расскажу очень скоро. Другим немаловажным фактором является приобретение своего номера в Великобритании. Ну и так как вы приобретаете номер, чаще всего плюсом к контракту идет и телефон. Самый новейший. Ну, про то, как купить телефон в Великобритании, я, наверное, тоже буду делать ролик. У них там немножечко другая система. Они не покупают отдельный телефон. Телефон входит в контракт на 1, 2 или 3 года. И оплачивается в рассрочку вместе с ежемесячными платежами. У меня был такой контракт с компанией 3. Это не очень такая суперская компания, но, по крайней мере, она мне помогала держаться на плаву. И я, в принципе, продляла с ними договор. Сейчас мой номер также существует на мое имя, но я его пока отключила. Контракт закончился, и я перестала платить какие-либо платежи. Но, тем не менее, я могу в любой момент восстановить свой номер. Он остался за моим именем. Поэтому, если я поеду в Лондон, куплю какой-нибудь контракт на месяц. Бывают и такие, которые будут держать меня на плаву, на связи с моими друзьями и знакомыми. Еще одним немаловажным документом является ваш проездной на общественный транспорт по Лондону. Так как я училась, мне дали скидку 30% как студенту. Для этого нужно заполнить тоже определенную анкету, отправить в офис транспорта в Лондон. Мой университет должен был подтвердить, что я учусь в этом университете. В общем, тоже целый процесс. Может быть, тоже расскажу. Если интересно, пишите в комментариях. Если такая тема возникнет, обязательно расскажу и покажу, как все это заполнять, и куда отсылать, и что делать. Такой проездной мне давал скидку 30%, и это очень сильно экономило мои деньги. Возможно, кому-то будут этот проездной оплачивать работодатели, а некоторые люди могут попасть под какую-то категорию, где тоже существуют некие льготы. Поэтому все, что интересует вас про Oyster Card, это называется Oyster Card, то есть проездной. Заходите на сайт Transport for London и узнавайте конкретно, какие вопросы вас интересуют. Очень хороший сайт, можно практически найти все ответы на любые вопросы. Также, по прошествию некого времени, если вы уже будете работать, вам придется зарегистрироваться в HMRC и туда отправлять заполненные анкеты того, сколько вы заработали за год, если у вас была работа self-employed. То есть, если вы работали на себя. Если вы работали на какую-то компанию, она сама за вас заполняет все ваши формы и отсылает налоговую, а также оплачивает все налоги из вашей зарплаты. Если вы зарабатывали что-то сами и отсылали в налоговую, вам придется самим посчитать, сколько вы должны налоговой и оплатить этот ежегодный взнос в течение какого-то определенного времени. Но про налоги я уже обещала, тоже расскажу. Также, если вы едете на ПМЖ по студенческой визе учиться или по рабочей визе работать, вам надо будет зарегистрироваться у себя в офисе, получить вот такие вот бейджики. Не важно, на работу, на учебу, все равно везде существует пропускная система, куда вы должны проходить по своему персональному бейджу и постоянно его носить, в принципе. Ну, не знаю, как на работах, но в университете желательно, чтобы каждый педагог и каждый охранник видел, что вы именно студент. Написано London Southbank University или University of West London, что вы студент этого образовательного учреждения и, в принципе, можете ходить здесь. Ну, и то же самое, наверное, по работе. Не знаю, я не работала в офисах, поэтому пишите в комментариях, кто работает в Великобритании, как у вас происходит процесс идентификации личности. Ну, вот и все 10 документов, о которых я хотела вам рассказать, что я считаю вам обязательно пригодится в первый год вашей жизни. Ну, может быть, какие-то документы вам и не пригодятся. У каждого своя ситуация и у каждого свои сложности. Но, тем не менее, я желаю вам легкой адаптации в Великобритании, если вы сейчас туда едете на постоянное место жительства, быстрых и четких процессов получения того или иного документа и хорошей и счастливой жизни в чужой стране. Скоро я расскажу о том, какие сложности возникают на пути иммигранта, особенно в первый год проживания. О том, какие возникают проблемы с языком, с едой, с транспортом, еще с чем-либо, я повспоминаю и расскажу, какие у меня были случаи. Есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, а так, в принципе, жизнь в Англии была самым счастливым моментом в моей жизни. Почему так сама понять не могу? Наверное, тоже сделаю некий такой ролик о том, что мне нравится в Англии и почему я так ее люблю. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Продолжение следует...